здравствуйте добрый день сегодня мы продолжаем наши лекции по онлайн сегодняшняя тема общая анатомия нервной системы элементы строения нервной системы развития нервной системы строение спинного мозга оболочки спинного и головного мозга образование спинномозговой жидкости раздел анатомии которые изучают нервную систему называется нейроанатомия или неврология функция нервной системы включает себе управлять деятельностью различных систем и аппаратов составляющей целостный организм таким образом организм целом значит функционирует и сохранение его гомоэстаза зависит от функционального состояния нервной системы она создает взаимостязь между различными системами аппаратами и тем самым организм функционирует как единое целое кроме того нервная система устанавливает взаимостязь организма с окружающей средой таким образом происходит наша адаптация к окружающей среды и значит играет важное значение именно в сохранении вида деятельности организма и его нахождение в окружающей среде значит информация которая получается от внешней среды она обрабатывается и естественно организм значит дает ответную реакцию на внешний раздражитель и тем самым человек значит как бы в окружающей среде ориентируется что играет очень важное значение в его жизнедеятельности надо сказать что человек в связи с особенностью строения кары головного мозга и происходящими в ней процессами которые мы называем высшей нервной деятельностью может не только реагировать но и влиять на окружающий его внешнюю среду при этом благодаря высшей нервной деятельности человек взаимодействует с другими людьми и определяет свой социальный статус таким образом нервная система обеспечивает взаимосвязь и единственно нервная система окружающей его внешней социальной средой нервная система состоит из значит нервной ткани когда мы говорили о четырех тканях которые изучали еще в ранних этапах начала наших значит занятий по анатомии мы говорили что нервная ткань она имеет ряд особенностей особенность ее заключается в том что она имеет способность к значит возбуждению и кроме того передачи этого возбуждения основным элементом значит нервной ткани является значит нервная клетка нейрон нервные клетки и их размеры варьируют от 4 микрометров до 130 микрометров ну например в зернистом слое ее размеры составляет кара головного мозга 4 6 микрометров диаметр тела гигантских пирамидных клеток коры больших полушарий достигает 120 130 микрометров от нервной клетки отходят отростки ну как минимум один отросток который называется аксон или нейрит по которому нервный импульс передается от села нейрона к другому нейрону или к рабочей ткани то есть мышцы железе таких как и называются униполярными ну такие клетки в организме человека отсутствует чувствительных узлах спинальным троничным других анграх человека находится псевдо униполярные нервные клетки что это такое дело в том что есть еще один отросток то есть дендрит от слова дендрон дерево по которому импульс направляется к телу нейрона и вот псевдо униполярных нейронах нейрит и дендрит отделяются начинаются одним отростком который затем близи тела клетки расходится в виде буквы т нервная клетка аксон и дендрит который отходит от ее разных полюсов относится к приполярным клеткам и популярные клетки находятся зрительным слуховом обонятельно значит органах остальные клетки относятся к мультиполярным то есть здесь имеется один нейрит и несколько дендритов количество дендритов может варьировать от 4 до 13 как видно на этом слайде нервные клетки могут быть различной формы но наиболее часто встречаются такие формы как пирамидные звездочные вертинообразные зернистые и другие ну а нервные клетки еще надо сказать что они динамично поляризованы то есть импульс проходят в одном направлении дендрит тело нейрит на этом рисунке видно вот это дендриты это целый нейрона так вот значит аксон или нейрит она может быть мериной покрыта мериной оболочкой или же быть без мериной оболочки и заканчивается она аксон терминальными или концевыми значит утолщениями они значит играют очень важное значение в передаче импульса таким образом импульс направляется дендрит тело и нейрит эти утолщения формируют так называемые синапсы синапсы играют очень важные значения в передаче импульсов ну строение синапса видно на этом рисунке вот это то что мы предыдущие с вами говорили утолщение терминальное утолщение нейрита который формирует так называемую прессинаптическую мембрану имеется постсинаптическая мембрана между которой располагается синаптическая щель и вот в этом случае в эту щель значит из терминальной части нейрита значит проникают медиаторы которые вызывают и поляризацию постсинаптической мембраны и тем самым значит здесь существует рецепт для медиатора и тем самым нервный импульс через синапс передается или к телу или аксону или же к дендриту нейрона ну здесь вот видно различные виды синапсов существуют аксодендральные аксосоматические а также в коре головного мозга значит есть также аксоаксиальные синапсы надо отметить что через эти синапсы в зависимости от медиатора могут передаваться как возбуждающий так и тормозящий импульс таким образом значит как бы конкретное построение цепочек нейронов создает возможность для проведения нервного импульса в определенном наполовлении благодаря наличию контактов в одних синапсах значит и разъединению других проведение импульса может нарушаться в нервной ткани нервной системе выделяют следующие виды нейронов имеются чувствительные афферентные нейроны тела этих нейронов находятся вне центральной нервной системе в чувствительных узлах дендриды начинаются от рецепторов а аксон направляется к центральной нервной системе имеются вставочные замыкательные или кондукторные нейроны располагаются в центральной нервной системе соединяет афферентные и эфферентные нейроны она также формирует связь между различными отделами центральной нервной системы имеются также двигательные нейроны целые нейроны располагаются в центральной нервной системе а нейриты заканчиваются в периферии в рабочем органе сюда относятся мышцы железа кроме значит нервных клеток нервная ткань содержит также так называемую нейроклию нейроклия играет значит разные очень важные значения она выполняет опорную функцию защитную функцию трофическую функцию а также секреторную функцию к ним относятся эпидемиоциты астроциты олигодендроциты а также клетки микрогли при этом эпидемиоциты астроциты и олигодендроциты они относятся к глиоцитам а клетки микрогли относятся к глиальной макрофагии которые имеют небольшие размеры бывают острочной формы и имеют способность к амобевидному движению то есть выполняет как бы некую такую защитную функцию основным принципом значит деятельности нервной системы является рефлекторная дуга значит что такое рефлекторная дуга ну сначала скажем что она выполняет эту важную роль то есть здесь значит выполняется такая функция как рефлекс рефлекс это ответная реакция организма на раздражитель происходящий при участии нервной системы нервный импульс возникающий при раздражении проходит значит определенный путь который называется рефлекторной дугой рефлекторная дуга значит по которому нервный импульс значит проходит путь для осуществления рефлекса в состав рефлекторной дуги входит рецептор это нервное окончание которое воспринимает раздражение рецепторы находятся в органах мышцах кожи и так далее каждый вид рецептов реагирует на определенный раздражитель свет звук прикосновение и так далее о рецепторах мы более подробно будем говорить когда мы с вами будем проходить органы чувств рецепторы преобразуют эти раздражители в один нервный импульс чувствительный путь icia где и происходит ответная реакция. То, что мы с вами рассматривали, является простой рефлекторной дугой. Однако в организме существуют сложные рефлекторные дуги. Сложность рефлекторных дуг состоится, значит, в принципе определяется тем, что он состоит не из одних ставочных нейронов, а из нескольких. И между чувствительными и двигательными нейронами как бы вот эта цепочка вставочных нейронов выполняет различную роль. С одной стороны здесь замыкается, скажем, простая рефлекторная дуга, с другой стороны, скажем, эта информация передается вышестоящим отделом спинного мозга, то есть сегментом вышестоящим или ниже стоящим, а также передается головной мозг соответствующим центрам головного мозга. Поэтому в организме в основном, значит, имеются сложные рефлекторные дуги. Вот, например, на этом рисунке видно, значит, раздражение, значит, прикосновение к горячему предмету, она, значит, замыкается, значит, спинномозговом участке отделе, человек как бы рефлекторно отвечает на эту реакцию и в то же время, как видите, импульс передается в головной мозг. И таким образом, как бы, формируется сложная рефлекторная дуга. В этом случае между вот этими ставочными нейронами центральной нервной системы, в частности, расположенной на задних рогах спинного мозга, или же, значит, нейроны, которые, нервные дендриты, которые заканчиваются, значит, в задних рогах, расположенных, значит, там, кондукторных нейронах. Эти кондукторные нейроны передают импульсы передним рогам, и где, значит, как бы дается рефлекторная ответная реакция. И в то же время, через вот это множество, как говорится, связей, эта информация через пути, восходящие пути, передает все, значит, головной мозг. И тем самым в головном мозге происходит, как бы, анализ и синтез. Ну и несколько слов о классификации нервной системы. Функциональная нервная система условно делится на соматическую, или ее называют анимальную, и вегетативную, автономную нервную систему. Ну, анимальная или соматическая нервная система иннервирует поперечно-полосатую мускулатуру, как скелетных мышц, так и внутренних органов, язык, глотка, горта и так далее. Вегетативная нервная система, она, значит, является, как бы, растительным происхождением. Она иннервирует гладкомышечную, то есть исчерченную мускулатуру внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, а также, значит, железы. Вегетативная нервная система подразделяется на парасимпатическую и симпатическую отделы. Но более, так сказать, подробно у нас будет отдельная, значит, лекция по вегетативной нервной системе, где мы будем более подробно разбираться в этом. А сама нервная система топографически, она подразделяется на две части. Это центральная нервная система, система neuroscentralis, куда относятся головной мозг и спинной мозг, то есть все, что находится внутричерепной ямки, полости, вернее, в мозговом отделе головы, а также спинномозгового канала. И также имеется периферическая нервная система, куда относятся 12 пара черепных нервов, 31 пара спинномозговых нервов, узлы, сплетение, рецепторы. То есть все, что находится вне мозговой полости черепа и вне спинномозгового канала, все это относится к периферическому отделу нервной системы. Ну и, конечно, надо сказать, что все эти деления носят условный характер, то есть, скажем, то, что мы говорили, функционально нервная система подразделяется. Она как бы между соматической нервной системой и вегетативной нервной системой имеется взаимосвязь, и в головном мозге существуют центры, которые управляют так же, как и соматической нервной системой, и вегетативной нервной системой. И, в принципе, разделение ее на центральную и периферические отделы тоже носит, значит, несколько как бы условный характер, потому что вся нервная система функционирует как одно единое целое. Ну и несколько слов о развитии нервной системы. Вот здесь на рисунке хорошо видны этапы формирования, значит, образования нервной системы или первичной нервной трубки. Ну, нервная система развивается из наружного зародыша риска, то есть эктодермы. В тарзальных отделах туловища зародыша дифференцируются эктодермальные клетки, образуют медулярную нервную пластинку, которая располагается посрединой линии. Вначале она состоит из одного слоя клеток, которые в дальнейшем, значит, дифференцируются, и, значит, на спонгиобласты. В них, значит, развивается опорная ткань, нейроглия и нейробласты. Нейробласты являются теми клетками, из которых в дальнейшем развивается, значит, размножение нервных клеток, и размножение нервных клеток, которые формируют так называемые участки в медулярной пластинке, но она, как бы, развивается, то есть там размножение происходит нельзя одинаково, как бы, значит, как бы из-за этого эта пластинка прогибается и приобретает сначала вид пороски или желобка. Ну и рост боковых отделов этой нервной медулярной пороски приводит к тому, что ее края сближаются, а затем срастаются. Таким образом, нервная пороска заныкается в своих дарзальных отделах и превращается в нервную трубку. Ну и с превращением нервной трубки она, как бы, отделяется, отходит от наружной эктодермы, углубляется, и затем она, значит, как бы окружается мезонхиальными, значит, клетками, мезонхиальной тканью. И затем, значит, значит, надо сказать, что нервная трубка состоит из трех слоев. Это внутреннего, среднего и наружного. Из внутреннего слоя развивается эпидемиальная, значит, выстилка полостей желудочков мозга и центрального канала спинного мозга. Из среднего слоя развивается серое вещество, а из наружного слоя, ну, почти что, здесь не имеются клетки, это белое вещество мозга. Вначале все стенки нервной трубки имеют одинаковую толщину, однако впоследствии интенсивно развиваются боковые отделы, которые подтолщаются, вентральные и тарзальные стенки отстают волшебные и постепенно погружаются между интенсивно развивающими боковыми отделами. В результате такого погружения образуются тарзальные и вентральные продольные срединные борозды будущего спинномозгового и продолговатого мозга. Ну, вот, как видно из рисунка, на внутренней поверхности каждой из боковых стенок формируются неглубокие продольные пограничные борозды, которые разделяют боковые отделы трубки на основную, то есть вентральную и крыльную тарзальные пластинки. Ну, основная пластинка служит зачатками, с которого формируются передние столбы серого вещества и прилежащие к ним белое вещество, отручки, развивающие в передних столбах нейронов, входят из спинного мозга, образуют передние двигательные корешки спинномозговых и черепных нервов, а из крыльной пластинки развиваются задние столбы серого вещества и примыкающие к ним белое вещество. Еще на ранней стадии нервные борозги в латеральных отделах выделяются клеточные тяжи, получившие название медулярных гребешков. В период формирования нервной трубки два гребешка срастаются, образуют конглиозную пластинку, которая располагается на дозальной части нервной трубки между последней и эктодермой. Впоследствии конглиозная пластинка смещается на боковую поверхность нервной трубки и превращается в соответствующую каждому сегменту туловища спинномозгового узла и чувствительные узлы черепных нервов. В свет за обособлением конглиозной пластинки нервная трубка в головном конце заметно утолщается. Нервная часть случится с зачатком головного мозга. Остальная часть нервной трубки превращается в спинной мозг. В своем развитии в головном мозге происходит сформирование сначала трех мозговых пузырей. Это прозенцефалом, мезенцефалом и ромбенцефалом, которые затем разделяются на теленцефалом и диенцефалом, от которого развивается конечный мозг и промежуточный мозг. И ромбенцефалом делится на две тоже части. Это значит метэнцефалом, то есть задний мозг, и мелэнцефалом, значит добавочный мозг или продолговатый мозг. Одновременно с формированием пяти мозговых пузырей нервная трубка в головном отделе образует несколько изгибов сагитальной плоскости. Сначала появляется теменной изгиб, выпуклость которого направлена в дозальную сторону и располагается в области среднего мозгового пузыря. Затем на границе заднего мозгового пузыря и зачатка спинного мозга выделяется затылочный изгиб, выпуклость которого направлена в дозальную сторону. Третий изгиб это мостовой изгиб, обращенный вентрально, и появляется между двумя предыдущими в области заднего мозга. Ну и надо сказать, что полость ромбовидного мозга, она является общим и преобразуется в четвертый желудочек, который в задних своих отделах сообщается с центральным каналом спинного мозга и с межоболочным пространством. Значит, талия, значит, на границе между задним и средним мозговыми пузырями из перешейка ромбовидного мозга развиваются верхние ножки мозжечка, верхний мозговой парус и треугольник петли. Ну и стенки нервной трубки в области среднего мозгового пузыря утолщаются более равномерно. В этом случае из вентральных отделов нервной трубки развиваются ножки мозга, из боковых отделов ручки верхних нижних холмиков, а из дарзан находил пластинка крыши среднего мозга. Средний мозговой пузырь в виде узкого канала, который называется водопроводом среднего мозга. В промежуточном мозге, то есть в денцефанне, наибольший развитие достигает латеральные стенки, и они утолщаются и формируют так называемые зрительные бугры, таламусы. Ну и до того, как промежуточный мозг отделяется от конечного мозга, из боковых стенок путем выпячивания латеральной стороны образуются глазные пузырьки, каждый из которых впоследствии превращается в сетчатку, то есть сетчатая оболочка глазного яблока и зрительный нерв. Таким образом, очень это важный момент, что сетчатка и зрительный нерв берутся в развитие непосредственно мозгового пузыря. Ну и конечный мозг, значит, таленцифан. На ранних этапах он состоит из непарного мозгового пузыря, потом, значит, развитие боковых отделов, делят ее как бы на две части, это будущие полушария мозга. Ну, непарная в начале полость тоже делится на две части и формируются так называемые боковые желудочки, которые соединяются третьим желудочком. При этом интенсивный рост полушария большого мозга приводит к тому, что они постепенно покрывают сверху из боков не только промежуточный средний мозг, но и мозжечок. Снаружи формируется так называемое серое вещество, которое называется корой головного мозга, а внутри располагается белое вещество, внутри которого имеется скопление серого вещества, которое формирует так называемые базальные или подкорковые ядра. Ну, в нижних отделах нервная трубка, она сначала находится, как бы заполняет весь спинномозговой канал. Но, однако, развитие нервной трубки намного отстает от, значит, как бы развивающегося тела. Соответственно, нижняя ее часть несколько сужается, а остальная часть, это, значит, дело в том, что когда она заполняет, как бы находится полностью спинномозговая колария, то, естественно, нервы, спинномозговые нервы отходят от соответствующих межпозвоночных отверстий. И вот когда происходит так называемое восхождение или поднятие, значит, спинного мозга, спинномозгового канала, опять-таки, да, потому что, значит, развитие нервной трубки отстает, в этом случае, как бы, часть нервов, межпозвоночных, вернее, спинномозговых нервов, она втягивается в спинномозговый канал, а участки, где выходят эти нервы, там же находится, мы об этом еще скажем, когда спинномозг будем говорить, значит, там имеется твердая оболочка мозга, которая прикрепляется к краям этих отверстий, а также прикрепляется, значит, межпозвоночным диском. И вот в этом случае, как бы, получается некая такая нить, которая содержит в себе в верхней части нервные элементы, спинномозговые нервные, а в нижней части состоит только из оболочек, и в этом формируется так называемая терминальная концевая нить. Ну, когда мы с вами будем говорить о спинном мозге, мы к этому вернемся, потому что в этом участке, как бы, получается своеобразная форма спинного мозга с отходящими от нее терминальной нитью, окруженные спинномозговыми нервами, и этот участок называется конский хвост, кауда эквина. Мы с вами рассмотрим также спинной мозг, медулоспиналис. Ну, он представляет собой, как бы, имеющий цивендрическую форму тяж, которая имеет толщину в мизинце, и у взрослого человека, значит, длина спинного мозга в среднем 43 сантиметра, вес около 34-38 грамм, объем в среднем 33 кубических сантиметра, поперечное сечение 63 квадратных сантиметра. Верхняя граница спинного мозга располагается на уровне верхнего края Атланта или на месте выхода первого спинномозгового нерва или перекрестка пирамид, а нижняя граница заканчивается на уровне первых и вторых поясничных позвонков. Как мы сказали только что, до этого, в этом участке спинной мозг несколько, как бы, утончается, сужается, и вот заканчивается она в виде конуса, называемый конус медулярис. И от верхушки, мы говорили уже до этого, протягивается терминальная нить. Это верхняя ее часть, которая, значит, где-то 15 сантиметров, и которая заканчивается на уровне второго крестцового позвонка, и которая содержит нервную ткань, значит, и находится в слепо заканчивающем мешке, называется, значит, внутренней частью, а часть, которая имеет длину где-то 8 сантиметров и продолжением этой внутренней части, и которая, значит, как бы представляет собой только соединение тканное образование, называется наружной частью, и заканчивается она на уровне второго копчикового позвонка, который и срастается с ее, значит, надкосницей. И, как я уже говорил, в этом участке как бы формируется так называемый конский хвост. Спинном мозге выделяет шейный отдел, грудной отдел и поясничный отдел. Надо сказать, что толщина спинного мозга не везде одинакова. Она формирует два утолщения. Это, значит, как бы шейное утолщение и, значит, поясничное, крестовое утолщение или поясничное утолщение. Шейное утолщение, она, интумисценция цервикалис, расположена на уровне между вторым шейным и вторым грудными позвонками, а, значит, поясничное-крестовое утолщение находится между девятым грудным и первым-вторым поясничным позвонками. Но то, что здесь образуется утолщение, объясняется тем, что в этих участках спинного мозга находятся сегменты, которые иннервируют верхние и нижние конечности. И, естественно, значит, здесь и скопления этих клеток, а также отходящие и находящиеся здесь белые вещества, то есть волокна, они, как бы, приводят к утолщению этих участков, этих отделов спинного мозга. Значит, в утре спинного мозга находится центральный канал, канализ централис, который наверху соединяется с четвертым желудочком головного мозга, а внизу на уровне середины терминальной нити формирует так называемый концевой желудочек, вентрику терминалис. Ну, как видно на этом рисунке, спинной мозг как бы подразделяется посредством передней срединной щели фиссура медиана антериор и задней срединной паразды на две симметричные отделы. По бокам, значит, располагаются на месте выхода передних двигательных корешков спинномозговых нервов. Значит, это передняя латеральная борозда и также на месте входа задних чувствительных корешков задняя латеральная борозда. Таким образом, с каждой симметричной стороне как бы эти борозды подразделяют каждую половину, выделяют каждую половину как бы три части, которые называются канатиками. Значит, имеется передний канатик, это между срединной щелью и передней латеральной бороздой. Имеется боковой канатик, фуникулон латералис, который находится между двумя, значит, то есть передней латеральными и передней задними бороздами. И имеется фуникулус пастериор, который находится между задней срединой бороздой и задней латеральной, значит, бороздой. На заднем канатике хорошо видно, заметно бывает, особенно в верхних отделах, то есть в шейных и грудных отделах спинного мозга, борозда, которая называется сукус интермедиа, медиус пастериор. Она отделяет друг от друга креновидные и тонкие пучки. Спинной мозг состоит из серого вещества, а также, значит, расположенного снаружи белого вещества. Серое вещество, оно формирует как бы столбы, серые столбы, колонна крыцея. Переди и кзади от центрального колонна, эти серые столбы, они соединяются тонкими пластинками серого вещества, которые называются передними и задними спайками. В каждом столбе серого вещества различают передний столб, колонна вентралис, и задний столб, колонна торзалис. На участке с восьмого шейного и по первой, третьей поясничной сегменты выделяют также боковой столб, колонна латералис. Если посмотреть поперечные размеры, значит, спинного мозга, то видно, что ее, значит, серое вещество, она как бы имеет вид бабочки или буквы H. В этом случае передние столбы, значит, они выделяются как, значит, как передний рог, корну, значит, вентрали, а задний столб, она формирует как бы корну дорзали, то есть задний рог. В переднем роге располагаются, значит, ядра, двигательные ядра, значит, которые формируют медиальные, это самое, медиальные передние и задние, формируют также латеральные передние и задние, и как бы еще здесь находится, значит, одно центральное ядро. Все эти ядра являются, как я уже сказал, двигательными ядрами. Ну, передний рог, он более утолщенный, а вот задний рог, корну дорзали, она тоньше и имеет основание радикс дорзалис, шейку цервикс корну дорзалис и головку капут корну дорзалис. Головка заканчивается верхушкой апекс корну дорзалис. Основная масса нервных клеток заднего рога формирует его собственное ядро. В боковом веществе, непосредственно привыкающие к верхушке заднего рога выделяют пограничную зону, зона терминалис, кпереди от которой находится губчатая зона, зона спангиоза. В этой зоне находится, значит, крупнопетлистая гриальная сеть клеток, содержащая нервные клетки. И еще кпереди выделяют студенистые вещества. От русских клеток студенистые вещества губчатые зоны, они диффузно рассеяны во всем серверном веществе и осуществляют связь с передними рогами своих сегментов, а также несколькими соседними, то есть выше и ниже стоящими сегментами. Ну и они в виде от русских этих клеток, в виде каймы, значит, находятся по краям от серого вещества спинного мозга и формируют передние, латеральные и задние собственные пучки. Ну, клетки, которые располагаются, значит, в ядрах задних рогов, они все вставочные, то есть кондукторные, и отходящие от них аксоны. Они в принципе формируют вместе с нейронами формируют так называемое центральное и грудное ядро. Направляется белым веществом спинного мозга к головному мозгу. Ну, грудное ядро, ну, кристурацко, тянется вдоль всего серого вещества в виде клеточного тяжа и содержит крупные нервные клетки. Наибольший диаметр этого ядра на уровне от 11 грудного до 1 поясничного сегмента. В боковых рогах, которые мы сказали, находятся между 8-м шейным сегментом и значит 1-м 3-м поясничным сегментом здесь располагаются центры симпатической части вегетативно-нервной системы и мелкие нервные клетки формируют латеральное промежуточное серое вещество. Теперь обратите внимание на следующее значит вот посмотрите значит это спинномозговые нервы их формирует как бы два значит корешка задний корешок она отходит от спинномозгового узла то есть как мы уже говорили здесь помните здесь находятся псевдоуниполярные клетки наилиты которые формируют задний значит корешок спинномозгового нерва и заканчивается в заднем роге в кондукторных нейронах из кондукторных нейронов посредством вот как мы говорили окружающей как каймой собственными пучками эти импульсы доходят до передних рогов до мотонейронов и аксоны мотонейронов которые выходят из спинного мозга через переднюю латеральную значит борозду и формируют так называемый передний корешок спинномозгового нерва и перед выходом из форамин интервертебрали таким образом формируется спинномозговой нерв и вот участок спинного мозга который соответствует значит парам спинномозговых нервов она называет сегмент в принципе у человека имеется 31 пара спинномозговых нервов и соответственно будет 31 сегмент значит спинномозговым нервам относятся 8 шейных 12 грудных 5 поясничных 5 крестцовых и 1 копчиковый соответственно сегментов тоже будет 8 шейных сегментов значит 12 грудных сегментов 5 поясничных 5 крестцовых и 1 копчиковый сегмент ну и практическое значение имеет практическое значение имеет соотношение сегментов к позвонкам потому что каждый спинномозговый нерв из отходящего сегмента участвует и нарывается соответствующих сегментов и поэтому значит нарушение в тех или иных участках тела значит иннервации потери чувствительности или мышечные двигательные нарушения то можно узнать где именно в каком отделе в каком участке спинного мозга находится повреждение находится те или иные болезни и так далее в этом случае значит считается установлено что верхние шейные сегменты расположены на уровне соответствующих и порядковым номер тел позвонков нижние шейные и верхние грудные сегменты лежат на один позвонок выше средние грудные сегменты на два а нижние грудные на три позвонка выше поясничные сегменты спинного мозга лежат на уровне тел 10 11 грудных позвонков крестцовые копчиковые сегменты на уровне 12 грудного и первого поясничного позвонка ну и рассмотрим теперь белое вещество спинного мозга которое как мы уже сказали располагается кнаружи от серого вещества естественно здесь будут значит она состоит из миелиновых волокон поэтому она имеет белый цвет и здесь встречаются ассоциативные здесь имеются также афферентные и эфферентные волокна ну ассоциативные волокна белого вещества спинного мозга она в принципе связывает сегменты спинного мозга расположены на различных уровнях надо сказать что передние канатики справа и слева соединяются передней белой спайкой ну афферентные волокна это волокна чувствительные это значит пути которые идут из кондукторных нейронов заднего рога направляется в головной мозг кроме того здесь имеется эфферентные нисходящие пути или двигательные пути волокна которые формируют как бы тракт который идет от головного мозга к соответствующим сегментам спинного мозга ну как я уже сказал значит здесь имеется белое вещество формирует как бы три канатика это передний канатик это значит латеральный канатик и задний канатик в переднем канатике имеется передний корково-спинно-мозговой путь или пирамидальный путь имеется ретикули-спинно-мозговой путь передний спино-таламический путь покрышечный спинно-мозговой путь задний продолговатый пучок предельно-спинно-мозговой путь и также имеется собственный передний пучок но все эти пучки как уже вы видите они все являются нисходящими эфферентными потому что они расположены как бы ближе к переднему рогу. Между латеральным канатиками, которые находятся между передним рогом и задним рогом, пока он канатикам будут, значит, как нисходящие, так и восходящие пути, то есть как афферентные, так и эфферентные пути. Но здесь выделяют задний спинноможечковый путь, передний спинноможечковый путь, латеральный спинно-таламический путь, латеральный корпус спинномозговой, красноядерный спинномозговой путь, спинопокрышечный и оливоспинномозговой путь, а также опять собственный боковой пучок. Задний канатик, как мы уже сказали, посредством, значит, расположенной здесь борозды, делится на два, значит, пучка, пучок Бу, Голя и Бурдуха. Или тонкий пучок и кореновидный пучок. Она относится к проприятифтинным путям. В данном случае эти пучки, они, начиная от спинномозговых узлов, и, значит, проходя по задним корешкам спинномозгового нерва, они не заканчиваются в кондукторных нейронах задних рогов, а направляются прямиком в головной мозг и заканчиваются в соответствующих ядрах, которые расположены, значит, в продолговатом мозге. Обо всех этих путях я не хочу сейчас останавливаться. По ходу того, как вы будете изучать центральную нервную систему, тогда уже будете знать, что, какое значение и какие импусы передает тот или иной, значит, пучок. И тогда будет более информативно. Так, в принципе, достаточно их перечисления и знать, что именно белое вещество спинного мозга из каких трактов состоит, значит, что формируют эти, значит, канатики. Значит, спинной мозг окружен тремя оболочками мезинхиального происхождения. Наружная оболочка – это твердая оболочка спинного мозга. Затем, значит, за ней следует паутина оболочка арахноэдэя и, значит, существующая мягкая оболочка, которая непосредственно прилегает к спинному мозгу. Ну, твердая оболочка спинного мозга, туроматэж, значит, спиналис, представляет собой некий такой продолговатый мешок с довольно прочными и толстыми стенками. Расположена в позвоночном канале и, значит, сопровождает, как бы, спинномозговые нервы и прикрепляется к краям форами интервертебралиста. Наружная поверхность твердой мозговой оболочки отделена от надкосницы, которые позвоночный стол прикрывается с внутренней стороны. И на некоторых местах, как бы, над этой оболочкой располагается эпидуральное пространство, спатиум эпидуралик. Под нею, между нею и между паутиной оболочкой располагается субдуральное пространство. Затем идет паутинная оболочка. Паутинная оболочка спинного мозга, она, значит, называется арахноиде, значит, матер спиналис, и представляет собой тонкую пластинку, расположенной внутри от твердой оболочки. Паутинная оболочка, значит, срастается с твердой оболочкой возле межпозвоночных отверстий. Под паутинной оболочкой располагается, под паутинное пространство, в этом пространстве располагается спинномозговая жидкость, которая, значит, как бы соединяется с аналогичным пространством, значит, головного мозга. Мягкая оболочка спинного мозга, пиоматер спиналис, она плотно прилежит к спинному мозгу, срастается с ним, и, значит, надо сказать, что паутинная оболочка, она состоит как бы из двух тонких пластинок, между которыми располагаются сосуды, и вот прилегаясь непосредственно к ткани спинного мозга, эти сосуды через пиоматер как бы проникают в спинной мозг и участвуют в кровоснабжении спинного мозга. И надо здесь отметить, что от боковых поверхностей, то есть спинного мозга, вернее, от покрывающего мягкой оболочки, между передними и задними корешками, вправо и влево к паутинной оболочке, отходит тонкая прочная пластинка, которая называется зубчатая связка, лигаментум дентикуларум. Но связка имеет сплошное начало от мягкой оболочки, а в латеральном направлении разделяется на зубцы. Качество таких зубцов обычно бывает 20-30, которые, значит, составляются не только с паутиной, но и с твердой оболочкой спинного мозга. И верхний зубец связки находится на уровне большого затылочного отверстия, а нижний между корешками 12-го грудного, первого поясничного спинного мозга в нервах. И таким образом спинной мозг как бы оказывается подвешенным в супарахноидальном пространстве при помощи вот этой фронтально расположенной зубчатой связки. Оболочки спинного мозга, она, значит, как бы продолжается в оболочке головного мозга. И в головном мозге мы также встречаем три оболочки. Это дуроматер церебри, это, значит, арахноиде матер церебри и пематер церебри. Ну, твердая оболочка спинного мозга, это головного мозга, вообще оболочки головного мозга, они несколько отличаются по своему, значит, расположению, чем спинном мозге. Почему? Ну, спинной мозг, он сохраняет, как бы, трубчатость, поэтому, как бы, окружающие эти оболочки формируют, как бы, ну, такие замкнутые мешочки. А в головном мозге, во-первых, ее рельеф не одинаков, и, кроме того, рельеф самого внутреннего отдела, значит, черепа, основание мозга, значит, крыша, значит, свод, вернее, а там рельеф несколько сложный. Поэтому и, значит, оболочки в связи с этим формируют ряд образований. Ну, начнем сначала с твердой оболочки головного мозга. Твердая оболочка головного мозга, значит, она в области, как бы, свода черепа, она замещает, значит, надкосницу, и, значит, твердая оболочка связана именно с костями свода черепа несколько непрочно и легко отделяется, а в области основания она связана с костями прочно. И вот в тех участках, где твердая оболочка головного мозга отделена от костей черепа, находится эпидуральное пространство. Твердая оболочка окружает выходящие из мозга черепные нервы, образует для них влагалища и срастается с краями этих отверстий. Так же, как и, значит, в спинномозговом канале, если помните, мы говорили, что она окружает, значит, спинномозговые нервы и срастается с миспозвоночными отверстиями. На внутреннем основании черепа твердая оболочка головного мозга срастается с кровлями большого захлеченного отверстия и продолжается твердая оболочка спинного мозга. И вот внутренняя поверхность твердой оболочки обращена в сторону мозга, к паутинной оболочке. И вот в этих участках, в некоторых участках, твердая оболочка головного мозга расшипляется, и между ее внутренней и наружными пластинками располагается междуральное пространство, чего не было в спинном мозге. В этих междуральных пространствах располагается венозная кровь, и она формирует как бы синусы, которые наполнены венозной кровью и называются синусами твердой мозговой оболочки. Ну, сначала давайте рассмотрим, какие формируются образования из твердой оболочки мозга. Вот посмотрите, покрывая спину, это колонну, значит, как бы выселяя с внутренней стороны свод, в области, если вы помните, там была порозда верхнего сагитального синуса, вот в этом участке, как бы расшипляясь, спину, это дуроматер, то есть твердая оболочка головного мозга, она спускается в продольную щель, которая отделяет полушария друг от друга и формирует так называемый, значит, серп большого мозга. И вот на участке, в этом участке, где формируется серп большого мозга, и сверху располагается верхний, по раздоверхнего сагитального синуса, формируется верхний сагитальный синус. Так, далее серп, она спускается до мозольского тела, и не дойдя до мозольского тела, в нижней части, опять-таки, расшипляется, и вот в этом участке формируется нижний сагитальный синус. Далее, кзади, значит, серп мозга, она продолжается, так называемый серп мозжечка, или малый серповидный отруск, который располагается между полушариями мозжечка. А по поперечной, значит, щели, там, где мозжечок отделяется от затылочного отдела головного мозга, формируется намет мозжечка, или палатка, тенториум церебельный, фактически отделяющий мозжечок от полушарий, то есть от затылочной доли. И вот в том участке, значит, где серп большого мозга, факс церебри, соприкасается, вернее, пересекается с наметом мозжечка, а снизу, значит, туда прилегает серп мозжечка, в этом участке формируется, так называемый, прямой синус. Нижний сагитальный синус, он соединяется с прямым синусом. Верхний сагитальный синус, да, он как бы продолжается от петушиного к ревне решетчатой кости и заканчивается внутренним затылочным выступе. Протуберанцок стальс интерна. В этом же участке, вот туда же, открывается прямой синус, а также, значит, намет мозжечка сзади, она, значит, как бы прилегает, прикрывает и расшепляется там, где имеется, значит, если вы помните затылочную кость, были поперечные, значит, борозды, супус трансверзус. В этом участке формируется, значит, синус трансверзус. И вот посмотрите, значит, верхний сагитальный синус, прямой синус, значит, и поперечные синусы. И вниз, там, где прикрепляется седм мозжечка, по гребню, внутреннюю гребню, значит, затылочной кости, формируется, значит, этот самый затылочный синус. И все эти синусы, как бы, объединяются, формируют, как бы, сток синусов, именно там, где находится протуберенция оксепталис интерна. И называется конфлиенция синум, то есть сток синусов. В передней части, значит, на основании мозга, твердая оболочка мозга, она, как бы, натягивается в области турецкого седла, прикрывает гипофизарную ямку и называется диафрагмой седла. На диафрагме седла имеется отверстие, через это отверстие промежуточный мозг посредством воронки соединяется с гипофизом. Значит, по бокам от турецкого седла располагается пещеристый синус. Пещеристый синус, кпереди и кзади от турецкого седла, они соединяются с друг другом, значит, правый и левый пещеристый синус соединяются с друг другом между пещеристыми синусами. Кроме того, имеется кленовидно-теменный синус, синус фенопарьетарис, он также парный, который прилегает к свободному заднему краю малого крыла крыльновидной кости и в расшеплении прикрепляющей здесь твердую оболочку колонного мозга. Если вы помните, на височной косте, на его переднем и заднем крае было 2 борозды. Это сукус синус петрозис супериор и инфериор. И вот твердая оболочка, покрывая эти борозды, формирует так называемые одноименные борозды, синусы. То есть синус петрозис супериор и синус петрозис инфериор. Синус петрозис супериор, она открывается, значит, сигмовидный синус. Что такое сигмовидный синус? Опять-таки в затылочной кости, если вы помните, была сигмовидная борозда. И, естественно, там твердая мозговая оболочка образует сигмовидный синус. А сегмовидный синус, мы говорили, что открывается, заканчивается в области яремного отверстия, а с яремного отверстия начинается внутренняя яремная вена. Таким образом, а нижний сагитальный синус, камнистый синус, он открывается непосредственно в область яремного отверстия или нижнюю часть сегмовидного синуса. Таким образом, верхний сагитальный синус, нижний сагитальный синус, который соединяется с прямым синусом, прямой синус, поперечный синус, затылочный синус, который формируется с затылочного выступа конфлиенция синум. По бокам, значит, переходит поперечный синус, сегмовидный синус, а сегмовидный синус открывается, значит, в яремном отверстии, в яремную вену. Кроме того, имеются здесь также эмиссарные вены, вены-выпускники, это отверстия, которые, если вы помните, на теменной кости, на сосцевидном отруске, височной кости были такие отверстия. Это эмиссарные вены, вены-пропускники, они соединяют эти синусы с наружными венами головы и тем самым являются пропускниками. Кроме того, имеются диплоические вены, которые располагаются в кубчатом веществе костей свода черепа. И, помните, там мы говорили, что между внутренними и наружными пластинками свода черепа располагаются так называемые диплои, в которых находятся диплоические вены. Значит, далее идет паутинная оболочка. Паутинная оболочка, она в отличие от твердой оболочки, она не повторяет рельеф, то есть не повторяет рельеф ни череп на ямке снутри, ни мозга. И как бы она покрывает головной мозг в целом, как один мешочек. И в этом случае под ней располагается подпаутинное пространство. Под паутинным пространством располагается спинномозговая жидкость. Но обратите внимание, в отличие от спинного мозга, который имел вид трубки, и где субарахноидальное пространство было просто щелевидным пространством, которое, значит, охватывало спинной мозг, эту трубку, то рельеф головного мозга, она несколько как бы сложная. И здесь рельеф не одинаковый, не различный. И поэтому в этом случае как бы этот мешочек в некоторых отделах головного мозга формирует как бы пространство полости, где скапливается спинномозговая жидкость. И эти участки называются цистернами. Имеется мозжечково-мозговая цистерна, которая расположена в углублении между продолговатым мозгом и мозжечком. Цистерна латеральной ямки большого мозга, находящейся на нижней боковой поверхности полушария большого мозга в одноименной ямке. Цистерна перекрестка, которая располагается, значит, на основании мозга к перейти от зрительного перекрестка. Имеется межножковая цистерна, которая, значит, находится в межножковой ямке, между ножками мозга, к низу от заднего продвиженного вещества. Имеются средние и боковые мостовые цистерны, которые находятся на передней поверхности моста. Имеется цистерна мозолистого тела, занимает заднюю поверхность мозолистого тела. Цистерна пограничной пластинки, которая находится на передней поверхности пограничной пластинки. Подпаутинное пространство, как я уже сказал, она сообщается с подпаутинным пространством спинного мозга. И спинномозговая жидкость, она как бы соединяется с этой же жидкостью, которая находится в одноименном пространстве спинного мозга. Ну, эта жидкость, ликва церва спиналис, образуется в желудочках головного мозга. Она не... она... здесь очень мало белковых веществ. В ней отсутствуют клетки. Общее количество этой жидкости составляет 100... приблизительно от 100 до 200, значит, миллилитров. Она продацируется на сосудистом сплетении боковых желудочков, третий и четвертый желудочков, там, где находятся, значит, кровеносные капилляры. Стеньки кровеносных капилляров, их базальная мембриана и официальная пластинка, покрывающая капилляры, образуют так называемый гематоэнцефалитический барьер. Это очень значимый барьер, потому что не всякие соединения могут пройти через этот барьер. И поэтому она, как бы, защищает спинномозговую жидкость и, значит, предохраняет ее от попадания сюда вредных, значит, вредных различных организмов, микроорганизмов и так далее. Из боковых желудочков через правое и левое межжелудочковое, так называемым, Монро, отверстие спинномозговое жидкость поступает в третий желудочек. Ну, мы сказали, там тоже имеется сосудистое сплетение. Из третьего желудочка, через водопровод мозга, эта жидкость попадает в четвертый желудочек. Здесь тоже имеется сосудистое, значит, сплетение четвертого желудочка. И через отверстие мажанди внизу она соединяется с центральным каналом спинного мозга, а через боковые апертуры она оттекает под паутинное пространство. Таким образом идет циркуляция спинномозговой жидкости. Надо сказать, что паутинная оболочка соединяется с лежащей на поверхности мозга мягкой оболочкой, так называемыми многочисленными тонкими пучками коллагенных и эластичных волокон. И вблизи синусов твердой оболочки паутинная оболочка образует своеобразный вырост выпячивания грануляции паутинной оболочки. И если вы помните, даже мы видели, когда череп с вами проходил, на костях имелись следы ямочки от этих грануляций, куда прикрепляются вот эти выросты. Мягкая оболочка головного мозга, так же как и мягкая оболочка спинного мозга, прилегает непосредственно на мозг, головной мозг, и так же она разделяется на две пластинки, между которыми находятся сосуды. Она повторяет все извилины и, значит, борозды, значит, головного мозга, входит в них, как бы, благодаря им сосуды, которые имеются в мягкой, вот в этой мягкой оболочке головного мозга, они, значит, как бы входят внутрь мозга и участвуют в его кровоснабжении. Ну, на этом, значит, все наши сегодняшние реалиции. Благодарю за внимание.